История современности Выросло совершенно новое поколение Новое поколение российских мусульман Которые, с одной стороны, отдаленно что-то говорят или помнят о Советском Союзе Но это уже поколение, которое выросло совершенно на иных традициях Вы знаете, что в 90-е годы огромное количество людей из нашей страны Вообще из Советского Союза в целом Было направлено на обучение в зарубежные страны Это может быть Саудовская Аравия, Катар, Кувейт, Турция, Египет и так далее Тысячи ребят отправились на ученку Из них были люди состоявшиеся, которые имели хорошее среднее советское образование То есть 10 классов То-то были ребята лет 10-12 лет от роду Вы представьте сразу же менталитет Ребенок из села 10-летнего возраста попадает в город Мекка-Медина-Риад На тот момент это действительно такие передовые страны Персидского залива С очень хорошей промышленностью Высокие дома, мерседесы И вот тут паренек из деревни приехал в Риад на учебу в институт, а потом в университет Конечно, мы понимаем, что те проблемы, с которыми мы столкнулись И во время Первой, Второй войн на Кавказе, в Чечне И те ситуации, которые имели место быть в ряде республик Российской Федерации Особенно в Поволжье, это Мордовия и Пенза Отчасти связаны с тем, что российские мусульмане пытались найти свое место Как-то самоиндифицироваться Ведь традиция была прервана 70 лет, вы знаете, на территории Российской Федерации Не было ни одного религиозного, среднепрофессионального или высшего учебного заведения Единственное заведение это Бухара Чуть попозже открыли институт в Ташкенте И считанное количество людей могло туда выезжать и получать образование То есть на всю огромную страну несколько десятков людей, так называемые бухарские имамы Окровляли умму, давали ей некий такой мейнстрим, императив Как развиваться, куда двигаться А умма росла, и она становилась более зрелой Молодежь ставила совершенно иные вопросы Я всегда вспоминаю прекрасные рассказы в 90-х годах Когда имам рассказывал такие дивные истории Специально расскажу вам Имам Али говорит, читал намаз, а меч, говорит, его меч Зульфикар Убивал в этот момент неверных А еще, говорит, он меч так вынимал из ножен И он сразу же на 2-3 аршина автоматически раздвигался Понимаете, я вот смотрел на лица людей Это такие советские татары Из хорошей глубинки, нижегородской глубинки Которые внимали каждому слову имама Действительно, у них в голове вот это представление, что нож, меч Автоматически на 2 аршина выдвигается И вообще сам он головы кяфиром рубит И Али дошел до Китая И все это как-то красиво рассказывалось А уже в моей голове это не складывалось Потому что элементарное знание истории Вообще знание чего-либо Оно уже никак не укладывалось Или то, что объяснение, что дождик идет по той причине Что ангелы успели мимоходом черпнуть Из божественного хауда своим черпаком И пролететь на дужной территории И палил дождь Это тоже в голове не укладывалось И то, что в один раз, в один прекрасный день Пророк Мухаммад, алейхи салям Читал пятничную мармолитву А в этот момент к нему пришел ангел Джибриил И сказал, что масхаб имама Буханифа Самый правильный Но это было уже все Слушайте, имама Буханифа еще и на свете не родился Никаких ханафитских масхабов еще не было Но Джибрил уже пришел И вот это примерно та среда, которая вещала в 90-е годы Причем они не смеялись, они не улыбались Они на полном серьезе это говорили И на вопрос мой, юношеский вопрос Мулла, Абзи, а где откуда ты это взял? Китаптай Азган Для меня была фраза Китаптай Азган И вот это загадочное слово Китаптай Азган Который объединяет в себя все понятия И Куран, и Хадисы, и все-все, что это понятие китап Я потом понял, что такое китап Я решил дорваться, дойти, достучаться до этой библиотеки Примечетской библиотеки И вот такой один из прекрасных китапов нашел Оказалась работа Владимира Ильича Ленина На староарабском языке Который долгие десятилетия хранился в этой мечети Вместе с Кураном, вместе с Хадисами Вместе с такой книгой, как Касасуль Анбия, Истории пророков Бережные люди хранили, обертывали пыль с него Каждый раз стирали Но вот это была книга Владимировича Ленина Перейденная на староарабский язык Потом такая фольклор Татархалакиджате, татарское народное творчество Интерпретация, она, конечно, существовала И вот, понимаете, это было не только в одной взятой деревне Это в целом было во всем Поволжье Это наш такой российский, как сейчас хотят называть его Называть традиционным исламом Вот он доминировал, он имел место быть И вот пришло молодое поколение ребят Которые кто-то отучился, кто-то не совсем доучился И стали говорить А вы неправильно, оказывается, господа, молитесь Намаз-то ваш и неправильный А вы неправильно верите А вообще, если послушать ваше произношение, как вы читаете То или иное суру Корана То согласно постановлению мусульманских факихов, ученых Намаз ваш не принимается Богом И вот как раз в этот момент начинается конфликт Понимаете, вот старое советское поколение Которое с трудом смогло сберечь, сохранить Эту мечеть построить Когда никого еще не было Рисковали своим партийным билетом Своим статусом Всем, чем можно было рисковать И тут пришли молодые ребята То есть их дети, внуки Которым 16 лет от роду Без бород, без всего И говорят Ты, бабай, ты неправильно читаешь А он говорит Ну как же неправильно, сынок Я тут уже сколько лет читаю До меня читали мои предки До них еще какие-то читатели Нет, неправильно Вот Аллах не примет твою молитву Конечно, конфликт начался И имел место быть Это вот как бы история ислама современности Сейчас он уже перетек немножко в другой уровень Полемика изменилась Если полемика 90-х годов, начало 2000-х Была за освоение космического финансового пространства Ну, если называть своими именами вещи Наши духовные организации боролись Соперничали между собой Не за количество издаваемой литературы Переводной литературы Не за количество проведенных конференций, мероприятий Подготовленных алимов, богословов А за то, чтобы определить Каким-то маркером провести ту или иную территорию Обозначить то или иное влияние Если появлялся муфтий Завтра появлялся верховные муфтии Появлялся муфтий европейской части Значит, есть муфтий азиатской части И так далее Это тоже привело очень к интересному результату в нашей стране Что мы можем запросто подать в книгу рекордов Гинса Как страна, в которой самое большое количество муфтиев На каждый километр или сантиметр На сегодняшний день Порядка уже ста религиозных деятелей Обзывают себя, не постесняюсь этого слова Обзывают себя муфтием Потому что откроете любую книгу По мусульманскому праву и богословию Там очень четко изложено Вообще, кто такой муфтий? Кем и кто им может быть? Каким статусом он обладает И какая святая обязанность Лежит перед ним Перед Богом На нем перед Богом И перед мусульманами Которых он, скажем так, окормляет Но как бы то ни было Это все наша с вами история Конечно, такая дезинтеграция Российского мусульманского пространства Очень болезненно сказывается Объясню, причему Я участник нескольких встреч наших муфтиев с президентом С президентом и Медведевым И с президентом Пуртиным Такая вот банальная ситуация Сидит один из наших муфтиев Знаковых муфтиев И говорит Владимир Владимирович Вот вы запрещаете исламскую литературу Запрещают Суды запрещают исламскую литературу Мы против такого разгула Нужен быть какой-то иной подход Должны быть работать какие-то комиссии Но нельзя так огульно Когда под запрет попадает и священный Коран Вы знаете, что в одно прекрасное время Один из судов умудрился запретить священный Коран Перевод священного Корана Тогда с таким же удовольствием Можно запретить священную Библию Попала работа Аэталы Хамени Его книга «Завещание» Это значит «Привет Ирану» Дипломатические отношения можно разрывать Благо дело, что наши прокуроры И вообще наше право очень такое гибкое Что по телефонному звонку Любые постановления прокуроров Быстренько нивелируются, отменяются И поэтому все эти запреты были сняты Но сняты после того, когда общественность Начинала говорить о том, что она общественность То, что она имеет некие права в этом государстве А кто-то обязан эти права как минимум соблюдать Вот после таких движений что-то происходило Но как бы то ни было Возвращаясь к этому разговору Вот один муфтий говорит Нельзя так запрещать литературу На это другие муфтии говорят Да вы что? Да мы благодарны российскому государству Которое всеми своими фибрами души Всеми своими институтами Пытается нас оградить от этих супостатов Называете ваххабитов Экстремистов, террористов Запрещали? Правильно, мы вам еще и поможем И в списке напишем Какую литературу запретить? Примерно другие имамы муфтий выступают в таком же ключе Я понимаю реакцию любого президента, чиновника У которого в голове как минимум каша Вообще, а что творится? Что происходит? Один говорит запретить Другой говорит, нет, не надо запрещать Третий призывает вообще к другому форму Была также прекрасная такая была перепалка Одного президента с муфтиями Имена не буду называть Когда прозвучала фраза Про традиционный ислам салафитов Вот один муфтист сказал Пожалуйста, не используйте это слово Традиционный ислам Он говорит, извините, а как я должен использовать? Вы же сами вроде бы как-то Меж собой говорите о традиционном исламе Это президент говорит Перепалка муфтия с президентом страны Вы же, говорит, сами этот термин придумали Сами его эксплуатируете А теперь призываете меня не использовать традиционный ислам Но вы же между собой разберитесь В понятийном аппарате В терминах Потом мы будем к ним апеллировать Но пока вот так общепринято Почему-то я утрирую все эти моменты Потому что полемика, она перешла на совершенно иной уровень Если раньше, еще раз говорю, мы полемизировали Сколько будет муфтиятов, какие их размеры А теперь мы говорим уже о качестве Появилось новое поколение мусульманских богословов Которая получила хорошее, не хорошее, но получила образование И уже говорит о таких вопросах, как А давайте проанализируем, что говорится у матрудитов Или у ашаритов в их спекулятивной теологии Понятно, что для большинства 99,9% Такие слова Калям, матрудия, ашария Это абсолютно ничего не производит Они этих слов не знают В их словарном запасе подобных фраз и выражений нету Но молодое поколение богословов Уже хочет втянуть всех нас в этот дискурс Чтобы мы ушли с него с головой И начали опять проводить некую маркировку Хороших мусульман или плохих мусульман То есть это продолжение дискуссии традиционного ислама и нетрадиционного ислама Правильных мусульман и неправильных мусульман И здесь вот мы наталкиваемся на один очень важный вопрос А как маркировать? Вот где вот этот раздел? Кто? Судьи кто? Кто будет маркировать? Ведь ислам благодаря своей плюральности Своей многогранности Никогда не имел такого института Как известен в Римско-католической церкви Или как у Русской православной церкви Вообще у православных Хотя институты были Они по-другому работали Но мусульманские институты Они всегда исторически связаны со властью Вот симфонии Когда мы обвиняем Русскую православную церковь Говорим, произошла некая симфония Вот грешили этой симфонии вообще-то мусульмане Очень часто Ведь когда мы говорим, что была та или иная идеология Она была только тогда Идеологией правящего класса Или государства Когда ее разделяли Прежде всего халифы Правящий класс Поэтому вот сейчас Возможно вы слышали такое выражение Мутазелиты Это одно из таких направлений Рационалистов Продолжателей школы Аристотеля, Платона Которые говорят А, это не мусульмане Это не мусульмане Ну извините Был период в 9 веке Когда халиф Мамун Сам был мутазелитом Правящая элита придерживалась мутазелизма И значительной части государства Аббасидского халифата Это была доктрина Которая затем сменила другая традиция Я также студентам люблю задавать вопросы По 9-10 веку ислама Если кто немножко ориентируется В этих временных рамках Я говорю А на ваш взгляд Какая была доминирующая Акида Теология Превалировала в мусульманском мире Если вы хорошо знаете Не сунниты А шииты Потому что Фатимиды В Египте И вся северная Африка Это были не просто шииты Это одно из таких Крайних направлений Или особых направлений Исмаилия Которые не все мусульманские современные богословы Я уж не говорю про богословов в прошлом В прошлом Вообще готовы признавать за мусульманами Ибо они не читают пятикратный намаз У них вообще своя доктрина Но именно вот эти исмаилиты В свое время заложили Самый главный университет Истамского мира Который называется Аль-Асхар Поэтому когда сунниты Себя в грудь бьют И говорят, что вот это и есть наша доктрина Сунизм это все Остальное это ничего Я всем культурно напоминаю Не забывайте, что главный университет Главную кузницу кадров Наш Оксфорд, Кембридж, Гарвард Заложили исмаилиты Даже не шииты И другой центр, который они также заложили Это Карауин Карауинский университет То есть мы обязаны Крайнему течению в исламе Исмаилизму Как минимум Двум ведущим Мировым центром По подготовке Теологов, богослов До сегодняшнего дня Но исмаилиты правили не только на территории Северной Африки Им подчинял Сирия Им подчинялись другие значенные территории А в Багдаде Где халиф Номинально даже оставаясь Главой суннитов Мусульман суннитов Были разные правящие династии Буиды Дейлемиты Которые все также были Шиитского толка Я продолжу мысль Чтобы вы поняли О чем я говорю Вот мне говорят Такую фразу Или читаю Редактирую книгу В книге написано В исламе запрещается рисовать Я задаю Каверзный провокационный вопрос В каком исламе Ну каком исламе Ну в исламе Запрещено рисовать В исламе Как в исламе Давайте Вот вы знаете Есть такое Макамат Аль-Харири Это один очень известный Деятель Поэт Можно назвать его Который Создал Первые в арабском мире Написал работу В стихах И Снабдил ее Рисунками То есть Для арабского мира Вещь как бы Неприемлемая Или например В современном шиитском исламе Если вы придете В мечеть В мечети у шиитов В любой мечети Висят портреты Начиная А это Лохамени Хасана Хусейна И так далее И тому подобное Это я к чему говорю Потому что Иногда мы Мусульмане В своем Такой В полемике Хотим говорить Вот христиане Поклоняются иконам Они Мало иконы вешают Вот у них изображение А я В этот момент Становлюсь таким Сторонником Апологетом христианства Говорю Извините А вот Мусульмане Вешают портрет Хасана Хусейна Или какого-то Суфийского шейха Кто-то сидит Устанавливает с ними Рабиту Например В суфийской традиции У некоторых суфий Есть такое Такое упражнение Рабиту устанавливают Духовную связь Ведь православный человек Тоже не говорит Что он поклоняется иконе Нормальный Православный человек Который знает Хотя бы Маломальски Суть своей религии Доктрина Он не говорит Что он поклоняется иконе На что наши мусульмане Как правило На эти провокационные Мои вопросы Говорят Ну разве шииты мусульмане Ну вы же тоже Нашли кого приводить Примеры шииты Хорошо Давайте допустим 250-300 миллионов Мусульман Для меня не мусульмане Но для вас они не мусульмане Просто вычеркнем А это Иран Ирак Сирия Ливан Бахрейн Азербайджан Горный Памир Таджикистан Ну и в будущем там Большое у них Желание Много-много стран В такой мировой шиизм Обратить Поэтому у них Очень большие Далеко идущие планы У шиитских наших Собратьев Вот Хорошо Этих отвергли Давайте возьмем Такие формы Как Разного типа Суфийских традиций Слышали такое направление Бекташи Не слышали Бекташи Ну и кто такие бекташи Более другое слово Подсказываю вам Чтобы вам понимать Это янычары Вот Османское государство Состоялось Как таковым И в течение Столетий Распространялось По всему миру На штыках Янычаров Янычары В духовном плане Они относились К такому Суфийскому течению Как бекташиты Вот буквально На днях Дамир Зинович Харидинов Ректор Московского Истанского института Рассказывает Как он был в Тиране В Албане Это единственное государство Где На законном Государственном И других уровнях Действует эта община Вот Я сел С лидером Этой Мусульманской общины Бекташитов Он говорил Налил 100 грамм Вина И говорит Давай Теперь помолимся Довижный говорит Нет Я так не молюсь Странно А мы так молимся Мусульмане они Или не мусульмане Вроде бы По каким-то Формальным принципам Опять же Видите я Формальным Кого принципам С точки зрения Каких мусульман Шиитских Исмаилицких Мотазелитских Ханафитских И так далее Можно перечислять И вот Когда Вот эти Так называемые Не совсем хорошие Мусульмане Янычары Которые давали Обет безбрачия Которые употребляли Вино Полмира Завоевали И в более поздний век Когда нужно было Реформировать Османскую армию Один из Халифов Османских халифов Решил Списать Янычаров И вообще Все это движение Бикташа Как раз Лидер Бикташи Сказал Слушайте Как завоевывать мир Вы нам Никто не пенял В том что мы Вино пьем В том что мы Не заключаем браки И что мы вообще Такие Особенные А теперь вы Решили от нас Избавиться И вообще Забыть про нас Вот такая была История Возвращаясь Уже дальше К Индии К Индии К Индонезии Понимаете Вот в Индию В Индонезию Пришел ислам Давно пришел В ислам Надо четко понимать Что если вы Допустим Посетите восточную Часть Китая Такие города Как Гуанчжоу Анчжоу Суджоу Сияль Там мечети Тысячелетней Традиции Тысячу лет У нас в России Самая старинная Мечеть Где располагается Я не беру Кавказ Кавказ Это позднее Завоевание Царской армии Я беру Нашу внутреннюю Часть Россия Самая-самая Древняя Это Минарет В городе Касимове 15 век А сама мечеть 18 века И две каменных Мечети Казани Конец 18 века Ибо в городе Болгар Мечети Никаких Нету Есть Минареты Да Ордынского Периода 13 века Но мечети Нету Поэтому самое раннее Что сохранилось Мечеть 18 века В камне А в коммунистическом Китае Вообще в Китае Со всей его традицией Конфуцианства Буддизма И так далее Целехоньки Шикарные Тысячелетние Мечети И рядом Установлены Камни Которым По 600 лет Кто в течение Длительных столетий Давал деньги На реставрацию На поддержание Порядка Этих храмов Вот это я понимаю Традиция Это серьезно Фундаментально И вот Вы понимаете Что такое Индонезия Это уникальное Вообще государство Одно из Самых больших Мусульманских Государств Попуан Гвинея Вот эти все Территории То есть Где людей Кушали Вот я специально Говорю Где людей Кушали Там И все Это было Развито И вот туда Пришли Мусульмане Вот приди Туда Приди туда Мусульмане С таки С такого С багдадского Или там С дамасского Или с каирского Понимания ислама Я отличаю индусов От мусульманских деятелей Потому что И они цветочки одели И те одели И говорят А когда выступал На рендер моде На одной из конференций Он выступал 40 минут Если бы я Вот глазами Своими не видел А просто сидел Слушал Я подумал Что передо мной Выступает Мусульманский Богослов Религиозный деятель Потому что Он цитировал Коран Не прекращая Цитировал Коран И вообще Говорил как Мусульманский Апологет Но это при этом Был пример министр Крупнейшей страны В мире Индия Вот если бы Ислам туда пришел В таком Схоластическом виде В таком Фарисейском виде Со всем его Институтом Халяля Харама Это нельзя То нельзя А вот такой Который Был очень гибкий Под местную традицию Поэтому когда Великий могол Ишах Акбар Пытался Перемирить Индусов Мусульман Он очень много Что сделал Такого реформаторского Который конечно Традиционалисты Никак не могли принять В их понимании То что он совершал Это был куфр Но до тех пока Он пор Он совершал Этот куфр И был Плюральным Был многогранным Государство Мирно развивалось И все жители Находили под сенью Этого правителя Понимание Мир и заботу Как только приходили Более горячие Ребята Видимо То ли Образование было Поменьше Или Так случилось По молодости Кем-то обиженные Они начинали Закручивать Гайки И делать ставку На одну из Религиозных Традиций Течения Начинались Кровавые Перевороты Кровавые Бунты И всегда Текла Кровь Вот это Знает История Поэтому Ислам Да он монолитный В одном плане Он наднациональный Он наднациональный Но при всем Есть разные Формы Ислама Например Наш российский Я называю Таким словом Как российское Мусульманство Другая моя книга Почему не российский Ислам И не российские Мусульмане Я против этого Термина Российские Мусульмане Потому что Российский Ислам Надо понимать Что мы И начинаем Если так Моделировать Российский Ислам Завтра появится Чеченский Татарский Ислам И так далее Но можно Также перейти на Мещарский Ислам Тептярский Ислам И так далее Это очень можно А российское мусульманство, вот здесь попытка сочетания трех форм. С одной стороны, трех идентификаций. Гражданство, национальности и религии. Ведь это очень непраздный вопрос. Вопрос крайне непраздный. Потому что одно дело, в советское время наши родители спокойно отвечали, что они советские граждане, а сейчас кто мы? Вот задайте каждый себе вопрос и попытайтесь на него ответить. Кто мы? Особенно если ты живешь не в Москве, в Петербурге, а в Национальной Республике. У тебя один из вариантов ответа может быть татарстанец или там чеченец. А как это все сочетать, чтобы соблюсти баланс? Для мусульманина, для очень верующего мусульманина, возможно будет прерогативом и приоритетом сказать, что я прежде всего мусульманин. Потому что государство это такая вещь аморфная. Вот Крым. В Крыму есть российское мусульманство или нету? До присоединения там было украинское мусульманство или украинский ислам. А после присоединения сказочного, прекрасного в Тихую Гавань, когда вернулось, он стал там российский ислам. Поэтому я пытаюсь сказать, что российское мусульманство это совокупность и традиции. Ведь наши российские мусульмане, российские мусульмане, они выросли в рамках вот этой цивилизации культуры. Давайте честно скажем, что мы мыслим прежде всего как сторонники или продажатели идеи Тука и Мусы Джалили или других. Что мы хорошо знаем их творчество. Мы знаем, мы впитали их культуру, их менталитет, их образ жизни нет. Для нас, как бы то ни звучало, может меня поправить, я возможно неправильно рассуждаю с московской позиции, но Толстой, Достоевский, Пушкин и другие более понятны, более близки и они для нас выражают суть нашей русской культуры. Под словом русской культуры я имею ввиду ту всю совокупную культуру, которую мы все с вами представляем. Будучи, например, за рубежом, когда ты слышишь, например, в России, там русский теннессист Марат Башаров, я по себе говорю, конечно, сразу же я взрываюсь, ну вот ничего себе русский теннессист. И Марат Башаров и то приписали себе, нет, он наш татарский. Но будучи уже за рубежом, когда ты услышишь русский теннессист Марат Башаров, ну да, ты же не будешь уходить в 150 национальностей. Или когда иностранцы спрашивают, ты из какого города? Ты говоришь, из Урюпинска. Он говорит, а где это? Ведь кроме Москвы и Санкт-Петербурга, ну может быть, надеемся, еще и Казани, он больше ничего в жизни-то не слышал. Поэтому вот размазывает там это одно, говоря глобальными терминами, это другое. Вот для меня очень важный вопрос, как себя состояние и будут ощущать мусульмане в нашей стране и не мусульмане. Как мы вообще готовы выстроить диалог с представителями других традиций и религий. Потому что, с одной стороны, на место атеизма, бездуховности приходят традиции. Казалось бы, это хорошо, можно хлопать в ладоши, замечательно. Теперь все будут набожные, мы будем строить больше храмов и так далее. А влияет ли вообще на набожность наличия храмов или их отсутствие? Вы знаете, глядя на советское поколение стариков, 90-е годы, кто ходил в мечеть, на моем понимании, они более были религиозные, более набожные, чем порой ныне приходящие молодежь в мечети в храмы, с длинными бородами, с каким-то набором ценностей, но при этом при полном отсутствии охляка, этики, как мусульманина, вообще как верующего человека в принципе. Очень непраздный вопрос. Ведь вместе с углублением в религиозность, хотим мы того и нет, мы погружаемся в архаику. Ведь любая религия, она в принципе архаична. Любая религия, она фундаментальна, ибо строится на фундаменте твоего писания. Любая религия, по сути дела, она фанатична, ибо если ты настоящий религиозный человек, от тебя требуется некий долг, привнесение долга в самого себя, в свою жизнь, ограничение своей свободы, ограничение своих взглядов. Поэтому если ты хороший мусульманин, как пророк Ивадуми Хадисов говорит, этот мир для верующего человека, зиндан, тюрьма. Вот он выражает философию в данном хадисе, философию, о чем я пытаюсь сказать, что очень трудно сочетать модерн, современность и такую глубокую религиозность. Вот вы знаете, у нас очень серьезная полемика по поводу хиджабов. Я высказался несколько раз и разным ресурсом, и на общественном телевидении. С одной стороны, как мусульманин, меня, конечно, радует, что мусульмане или мусульманки ратуют за свои права, хотят одевать хиджаб в школах, детских садах, везде, где угодно, где можно и где нельзя. Все это замечательно, все это хорошо. Но, будучи общественным деятелем, в том числе не только религиозным деятелем, и понимая нас, мусульман, изнутри, я хорошо знаю нас, мусульман, изнутри, я примерно знаю, какая будет следующая повестка дня, к чему мы дальше придем. Ведь во многих странах те правительства, режимы, которые приходили после советского теистического периода, они приходили с лозунгом «даешь хиджаб». Вот было в Таджикистане, если кто помнит, закончилось гражданской войной. Было в Египте, была подобная революция в Тунисе недавно, в Ливии. Многие мусульманские деятели партии, которые приходят на гребни вот этой волны, они приходят с очень таким простым набором ценностей, таким джентльменским набором. «Даешь хиджаб», «хиджабизация всей страны». «Ну даешь хиджаб», «дали хиджаб», «а завтра что?» Вот меня волнует вопрос, а что завтра? Понимаете? Ведь если мы сейчас хотим быть откровенными, честными, вот представьте, мы такие все супер-пупер-набыжные мусульмане, честные, говорим «хиджаб», говорим «хиджаб», а подразумеваем, что раздельное обучение мальчиков и девочек. А разве ислам того не требует? Ну извините, если вы читаете хадисы, если вы очень набожный мусульманин, принципиальный мусульманин, сказано непозволительно женщине ходить без сопровождения махрама. То есть если тебя никто в школу не сопровождает, и в школе-то тебе делать нечего будет. Здравствуй, Талибан, здравствуй, Афганистан. А то мы кричим «вот в Афганистане женщины не получают образования, лишают их того, это и того». А лишают, потому что средневековое прочтение многих вещей, она много чего лишает. И вопросы халяльного питания, хиджабов, это не вопрос. Вот я опять же из Кембриджа приехал, из Лондона, мне показывают, вот Дамир Хадрат, пожалуйста, комната, Кембриджский университет, святая и святых, отдельная мусульмана комната, кто хочет, может помолиться, она никому не мешает. На территории государственного, по сути дела, заведения, а не шараш-монтаж. Кто хочет, ходит в хиджабах, кто хочет, не в хиджабах. Вопрос не то, кто в чем ходит и как ходит. Вопрос в том, что твоя свобода начинается там, где ты лезешь на границу и поля свободы другого человека. А насколько мы, мусульмане, готовы быть терпимы, если, условно, я пришел в платке в тюбетейке, а ты пришел с пирсингом, проколотым ухом и так далее, я смотрю на тебя и говорю, слушай, со мной рядом и садись. Ты не такой, ты вот неправильный, нехороший. Вот как далеко можно вообще в этой полемике войти? А ты в неправильный платок повязала. Ты вот хороший мусульманка, ты его повязал, а у тебя тут кусок уха торчит, или немножко волосики торчат, не совсем правильно повязала. То есть полемика может быть бесконечная. И найти вот это рациональное зерно, чтобы люди, не нарушая прав и свобод других людей, не смогли отстаивать свои права, других права нарушать, вот это очень важно. Но к этому надо прийти долго. Вот в свое время мы критиковали атеистов, которые действительно не давали в школе учиться, предлагали только теорию Дарвина, и никакой альтернативы не было. Предлагали то-то. А сегодня они будут оказаться в другой стране. Хотя меня волнует прежде всего, конечно, мусульмане, и вообще меня волнует целый мир, чтобы наши граждане, все граждане, и атеисты в том числе, жили в мире и согласии. Все-таки давайте говорить честно. Когда мы получаем паспорт Российской Федерации, каждый из нас, он заключает с государством конкордат, договор. Ты можешь паспорт не получить, и ты не распишешься в нужном месте, что ты получил паспорт гражданина Российской Федерации. Если ты его не получил, значит на тебя не распространяются все те законы, которые распространяются на гражданина Российской Федерации. Но коль ты его получил, ты заключил с государством договорные отношения. А ты договорные отношения заключил с каким государством? Открой конституцию, посмотри, со светской страной. Понятно, что можно по-разному полемизировать и дискутировать, что такое светское понятие светское. Светское это не атеистическое, светское это не безрелигиозное. Но, например, мне трудно представить, когда мы в общественной палате принимали закон о свободе и закон о правах верующего человека. Вот приводили такой пример на общественной палате. Вот я пошел пенек, ударил, пинул по пеньку или плюнул в него. А может быть в этот момент я права каких-то язычников, для которых пенек это священное место для поклонения. А может я сижу при тебе говядину ем, а ты как индус, для тебя это святое животное, священное животное. Я ущемляю твои права. Понимаете, ведь нельзя рассуждать в светском обществе, если мы хотим глобального мира только интересами одной религиозной группы, одной конфессии и так далее. Вот представьте, мы зато, мусульмане говорят, мы хотим, чтобы мы пятикратный намаз могли выполнять. Замечательно. Только в зимнее время пятикратный намаз, это примерно с 8.30, с 8 часов и тут примерно до трех. То есть ты только успевать будешь бегать, тудым-сюдым намаз читать. А представьте, потом вот в такой школе найдется хороший умный молодой человек, который скажет, извините, ребята, а вы неправильно читаете. Вообще-то по законам шариата надо джамаатом читать. Давайте дождемся всех студентов, которые читают намаз, и выберем среди них одного имама и прочитаем. Вы можете сказать, например, когда вы специально утрируете, вы говорите о тех проблем, которые не существуют. Это сейчас они не существуют. И сейчас нету повестки дня. Но многие арабские и мусульманские страны это пережили. И пережили порой не самому лучшему способу все это привело. И вот как найти баланс сочетания светского, религиозного и вообще в многорелигиозном государстве, и не только религиозном, а вообще в многосоставном? Извините, например, по статистике во Франции, Великобритании, в Германии большинство общенаселения это атеисты. Это неверующие люди. Как найти этот баланс? Я думаю, что это одна из таких вопросов, которые нам надо размышлять, и к чему-то я перехожу как раз к этой третьей книге. И стану в 21 веке программа обновления. Чем нам это важно? Во-первых, мы, российские мусульмане, можем гордиться тем, что благодаря такой своей специфической культуре мы смогли дать миру целую плеяду богословов с мировым именем. Понимаете, у нас не очень много таких сфер, где вообще Россия может о чем-либо похвалиться, показать себя, количество нобельских лауреатов, долей ВВП в мировой промышленности. В советское время было сейчас гораздо меньше. Но вот относительно мусульман, можно сказать, что гуляя по библиотеке Кембриджа, а там более 10 миллионов единиц манускриптов и ценнейшей литературы, огромные издания, преогромнейшие, я нашел работы наших российских авторов и мусульманских в том числе. То же самое можно найти и в Каире, и в Анкаре, и в других городах. Вот российские мусульмане в 19 веке как-то поняли, что да, ислам замечательно, Куран замечательно, но мир меняется. Если ты не сядешь в нужный вагон, как-то поезд пройдет мимо тебя, а ты дальше останешься неконкурентно способным по отношению к другой нации. Прежде всего доминирующей нации, нации, которые в колонию или в состав государства, в которые ты входил. И вот как раз 18 век в результате всех таких мировых тенденций, как эпоха гуманизма, эпоха просвещения, работа Вольтера, Руссо привела мир вообще к пересмыслению всего, всех ценностей. И мусульманский мир не остался в стороне. Например, в Египте это были два великих реформатора, Мухаммад Абдо и Рашид Реда, его ученик. Два реформатора. В Российской Федерации, в Российской империи эту работу начал Абдунасар Курсави, продолжил Шигабудин Марджани и другие ученые, последний крупный ученый-богослов Мусаджур Лабигиев. Почему я о них говорю? Понимаете, они такие же мусульмане. Они также продукты нашей русской культуры, российской традиции. Кто-то из них знал русский язык, кто-то не знал, кто-то, возможно, читал классиков, кто-то не читал. Но они были ментально отсюда. Они понимали, без иного прочтения Корана, интерпретации Корана, невозможно двигаться вперед. Вот приведу такую фразу. Вот опять возвращаясь к полемике хиджабов. Я сказал, что в вопросе о хиджабах есть дискуссия. Есть небольшое, незначительное число, но оно существует, мнение ученых, которые сказали такую фразу. Аль-хиджаб ляйс именаддин. Хиджаб не имеет отношения к религии. Цитирую дословно. Один человек защитил докторскую диссертацию в Аль-Асхаре по вопросе хиджаба. И Асхар принял эту фетву. Но в результате поднятия женских и прочих-прочих масс, наверное, даже больше мужских, Аль-Асхар вынужден был отозвать эту работу, эту фетву. А сей деятель благополучно сейчас является муфтием Австралии, является богословом, живет там и продолжает дальше писать. То есть, как бы он постарался в научном плане свою точку зрения, взгляд опубликовать. Ну и вот, условно, камнями закидали. Поэтому лучше надо было эмигрировать куда-нибудь подальше, в Австралию, где, глядишь, можно дальше продолжать работать. Вот это такой же позиции Мусаджа Рулла Бигиев придерживался в своих работах. И вот во многих аспектах происходит пересмотрение средневековых позиций мусульманского права. Например, вопрос банков. Вот все мы с вами, условно, мусульмане и немусульмане, как-то соприкасаемся с государством. Кредит можно брать или нельзя? Ипотеку брать можно и нельзя? Вот насущный вопрос. Ипотеки. Вот ты мусульманин, хочет жить по законам своей религии. В целом у тебя есть какое-то отдаленное понимание, что риба, все, что имеет отношение к проценту, харам. А вот татарское мусульманское богословское наследие к XIX веку в своих фундаментальных трудах обосновало и доказало, что сие взаимоотношения с банковскими структурами не попадают под категорию риба. Или, например, в Казани издали блестящую книгу, где четыре поздних богослова, татарских богослова, доказывают на основе шариатской доказательной базы, что музыка в исламе не запрещена. Понимаете, это очень такие животрепещущие вопросы. Потому что когда ко мне приходят молодые таланты, молодые ребята говорят, вот мы хотим посвятить, быть музыкантами, мы хотим быть художниками. Но вот мы слышали там, что это харам, мы слышали там, что это так. Вроде бы праздный ответ, а это смысл жизни человека. Вот он родился с этим талантом, а ты ему, как условно богослов, дашь фетву, которая была распространена в 13-м, 12-м, в 11-м или в каком ином веке. Вы можете сказать, что фундаментальные вещи религии не меняются? Не совсем это так. Меняются. Вот мусульмане раньше не жили на территории Архангельска, Мурманска, Финляндии. Не жили. И поэтому Саджарул Абигиев, который жил в то время, в ту эпоху, задался вопросом, а как вообще мусульманам соблюдать пост в летнее время? Особенно в тех регионах, где солнце не заходит. И мне вот один мой коллега, Тим Винтер, как раз профессор Кембриджского университета, и говорит, я в прошлом году был в Рикьявике. И, говорит, замечательная картинка, наблюдая. 24 часа уже прошло, у нас, говорит, Ифтар, мы сидим, смотрим на солнце, оно не зашло. Ну, говорит, есть же, надо, говорит, мы же не можем так долго продолжать. Все. А где, говорит, на основании каких фед, каких работ? Я говорю, не волнуйтесь, с ее работой написал наш татарский богослов уже сто лет назад. Мы вам пришлем, познакомитесь, там все изложено. Потому что Бегиев тоже сам так же путешествовал в отдаленные уголки Российской Федерации, выезжал за ее пределы в Финляндию, чтобы посмотреть вот эту такую элементарную вещь. Заход солнца. И на основании ее, осмыслив Коран, осмыслив мусульманское право, написал работу. Поэтому религия, она, хотим и того и нет, архаична. Хотим и того и нет, она имеет моменты такого фанатизма. Потому что мы, религиозные деятели, в чем-то фанатики. Если ты настоящий религиозный деятель, значит, ты готов пожертвовать собой в критический момент. Если ты следуешь тем примерам, которые заповедовал Авраам, пророк Мухаммад и так далее, вот вопрос веры-неверы, это не просто вопрос какой-то праздный для тебя. Или тогда ты такой своеобразный верующий человек, который может идти на компромисс со своей верой. И последняя вещь, которую я хочу вам также представить, два журнала, это «Ислам в современном мире». Чему я хочу вам представить. Если вы арабисты, востоковеды, тюркологи и друг, дай-то бог, кто-то из вас будет защищать кандидатскую или докторскую диссертацию, вам нужны ваковские публикации. Вот этот единственный в Российской Федерации ваковский журнал, высшей стационной комиссии, который признает по направлению, по отрасли теология. Поэтому, если ваши работы как-то имеют отношение к теологию, к исламоведению, пожалуйста, милости просим, как говорится, публикуйтесь, и это будет хорошим подспорьем для вашей дальнейшей защиты к кандидатской или докторской диссертации. И последняя работа, вот «Исламская мысль, традиция и современность», это, на мой взгляд, один из самых трудных, тяжелых проектов, потому что это попытка создания такого ежегодника, с этого года, надеюсь, будет ежеквартальником, религиозно-философской мысли. Скажем так, вот с философской мысли у нас, у мусульман, очень все скудно и плохо. Объясню, почему. Вот вы придите в мусульманскую школу, в медресе, или же в Исламский институт, и попробуйте на лекции перед будущими муфтиями и мамами сказать, вот Ибн Сина, Ибн Рушт, Аль Кинзи, Аль Фараби, Ибн Туфейль, Ибн... Слушай, говорят, это же кефиры, говорят все. Они прямо мне так и отвечают. Наоборот, говорят, извините, все, конечно, понимаем, но они кефиры. И знаете, какая патовая интересная ситуация, когда вот мы, мусульмане, в мир выезжаем, или вообще начинаем дискутировать, дискуссию такую, полемизировать в Фейсбуке, мы говорим по отношению к западному миру, «Исламский мир вам дал того-то, того-то». Да что вы, средневековье, Европа такая вся была захолустье, грязная, неумытая, в то время как исламский мир дал миру, ох, медицину, геометрию, арифметику и то. Замечательно это все. Только, ребят, когда, если вы вернетесь ко внутреннему дискурсу, вот внутри себя, и начнете эти фамилии упоминать, то в глазах так называемого традиционного ислама, традиционных мусульманий, они являются кефирами, имансызлары, неверными, понимаете, все. И даже такой великий примиритель веры, как Аль-Газали, Аль-Газали, казалось бы уж вершина во всех смыслах, ученый с огромным багажом. И то написал Аррад ответ на работы мусульманских ученых-философов, считая их последователями Аристотеля и так далее. Но, опять спасибо татарской богословской мышле Шахабудину Марджани, который, несмотря на то, что воспитывался на трудах Аль-Газали, сказал, непонимание и критика Газали философов, это, говорит, из его фанатизма, проистекает из его фанатизма. Я оправдал в своей работе, что философы нужны. И вот сегодня на конференции, посвященную Алимжану Боруди, мне было приятно услышать от моих коллег, что Алимжан Боруди, больше всего предмета, который он любил, была логика и философия. Я, например, как религиозный деятель, как педагог, мечтаю, чтобы вернулись те времена, когда в религиозных учебных заведениях, помимо схоластики, мусульманского права, как надо руки мыть, ноги мыть и все остальное, как надо мыть и отрезать, и рубить, все-таки изучали философию, чтобы был какой-то более глобальный вектор, глобальное понимание вообще жизни, мира, цивилизации, культуры. Но, видимо, это вопрос для ближайшей перспективы. И вот когда мы все вот это перечисляем для западного пользователя, они, по сути дела, кяферы. А внутри их самих себя мы признавать не хотим. И тогда и что остается? Вот я возвращаюсь к началу своей лекции, что вот без такого интегрального, глобального, полного понимания ислама и принятия ислама во всей его плюральной красоте невозможно понять всех мусульман и принять всех мусульман. Или ты будешь стоять на позициях эксклюзивизма, что только ты правильный, только твой ислам, только твое прочтение Курана правильное, а все остальные окажутся в джаганнаме. Ну и последнее уже, как говорится, посолить. Что еще дала мусульманской богословской мысль? Вы знаете, вот римская католическая церковь во время Второго Ватиканского собора приняла очень важный исторический документ, который называется Ностра и Таты. Понимаете, вот римская католическая церковь. Ее главный преамбула, доктрина, гласит, нет спасения, кроме как в лоне католической церкви. Нет спасения. Все, то есть ты не католик, не признал Иисуса Христа, спасения нет. И вот римская католическая церковь проделала длительный, тысячелетний путь, чтобы пересмотреть свои доктриальные, свои доктрины, катехезис по отношению к иноверцам, мусульманам и другим. И в последних работах появились фразы, что и другие люди, которые признают одного, единого, живого, сущного Бога, могут надеяться на спасение судный день. То есть слава Богу, что и нас готовы в рай пустить. Уже обнадеживают. Своим коллегам по диалогу во Франции, мы с одним кардиналом общались, я говорю, знаете, вот представьте, мы с вами два религиозных деятеля. Вы стоите на фундаментальных позициях, что самые лучшие и правильные религии – это католицизм. Я, конечно, стою на позиции, что самые лучшие, правильные, чистые и так далее религии – это ислам. Как у нас будет происходить диалог? Вот господин кардинал говорит, ну мы с вами можем поговорить о каких-то глобальных проектах, например, спасении пингвинов там, замечательно, о климатических условиях, как они могут повредить всему человечеству. Можем поговорить о какой-то ядерной атомной войне. Но можем, в конце концов, поговорить об общих этических началах. Понимаете, он этические начала сказал не в самом начале. Предложил начать с пингвинов и с атомной войны. Почему? Потому что даже вопрос этических начал, он у каждого свой. Извините, а когда пастырь, например, пастырь в одной из церквей, направлении церквей, является женщина или представитель нетрадиционной ориентации, это этично или неэтично? Для них это этично, для нас это неприемлемо. А о чем мы будем говорить? О какой норме? Ибо ваша норма, даже церковная норма, она уже переформатировалась во многом. Вот. Поэтому, я говорю, понимаете, если мы говорим и стоим принципиально на позиции, что только наша религия спасительна и только наша религия правильная, то я, как религиозный человек, мой долг таков. В результате нашего разговора я вам так должен красиво, апологетически предподнести ислам, что через час нашей беседы вы руки ханды-хок сделаете, признаете, что ислам религия спасения и примете ислам. Подобная картина у нас наблюдалась на лекции в Москве, когда на курсе повышения квалификации мы пригласили главу наших протестантов, господина Сергея Васильевича Рюховского. Сидят имамы, 150 человек, от Владивостока до Калининграда, во всех своих прекрасных одеяниях, в Чалме, в Чапане. И вот он рассказывает лекцию. Один имам с такой приличной бородой, с хорошим бэкграундом, встал и сказал, слушайте, Сергей Васильевич, вы такой умнейший, образованнейший человек. И как же вы до сих пор ислам не приняли? Знаете, вот, ну, утрирую я, не утрирую, я вам рассказываю факты, которые были. Сергей Васильевич мне перезвонит, говорит, я, конечно, все, конечно, понимаю, Адамир Хазрат, но все-таки как-то у нас здесь с вами диалог цивилизации, диалог культуры, а меня чуть ли не сагитировали за ислам, за советскую власть. Но вот, к сожалению, вот диалог у нас никак-то не хочет, не хотим мы вести на равных. Мы кого-то хотим обернуть, обратить, переубедить. А вот каких-то общих ценностных начал, которые всех бы нас объединяли, хотя они есть, но их надо продолжать нащупать. И к чему я хочу завершить. Вот римско-католическая церковь прошла огромную работу. Ислам мусульмане опередили. С первых дней появления ислама, в исламе была такая мысль, называйте ее теологической, философской, о спасении всех и вся в судный день. Последним крупным представителем этой богословской школы мысли был наш россиянин Мусаджур Лабигиев, который изложил концепцию «невечности ада». Что ад не вечен, а следовательно, все люди на планете Земля, независимо, когда они умерли, почили, в каком состоянии они предстанут перед Богом, атеисты, многобожники, мусульмане, христиане, они все спасутся, ибо нельзя представить Богом, как садиста, который наслаждается вечными наказаниями людей, которые в этой жизни за немаленький, короткий срок, который был им отведен, совершили злодеяние, и только из-за этого злодеяния они будут вечно наказуемы в судный день. Ибо Бога, архамуррахимин, милостиво, милосердного, невозможно представить в таких атрибутах. То есть я говорю, что мусульманская мысль очень богата, она разнообразна. И порой, когда мы говорим, что ислам так, вот у вас, у мусульман рубят руки. У кого у нас рубят руки? Или у вас, у мусульман так. Я всегда мне, очень раньше меня забавило лекцию, когда я читал студента медицинской академии. Вы понимаете, да, что такое медицинская академия? Это пятый курс, студенты медицинской академии. Говорит, Дамир Хазрат, можно вопрос? Хорошо, задавайте. А вот, говорит, у вас, у мусульман сиди хоронят. Это любимый вопрос медиков. Сиди хоронят. Говорит, товарищи врачи, вы, сори, извините, откуда? Ну, вы вообще покойников-то в глаза видели? Вот умер человек. На третий день вы ему пытались там руки разжать, там что-нибудь сделать, глаза закрыть ему? Ну, как вы понимаете, вот похоронили человека, надавали ему по животу, там, палками чем-то, сломали ему кости и посадили его в могилу? Мы, говорит, примерно так и представляли. Знаете, вот, когда образованные люди, интеллигентные врачи, завтрашние врачи представляет ислам в таком образе, это значит, говорит, что у нас много чего не работает. А не работает то, что, несмотря что в России 25-30 миллионов мусульман, наш голос очень слабо слышен. Слышен голос таких неформальных людей. И слышен тогда, когда они что-то, чего-то насильничают, взрывают, убивают. А вот здраво поговорить, каково место мусульманской цивилизации и культуры вообще у русских философов. А много из русских философов вообще обращались к теме к исламу. Ну, что мы знаем? У Соловьева одна книга, Мугамед, и в некоторых работах он хорошую дает оценку пророка Мухаммаду. Есть у Чадаева в работе Чадаева, у Данилевского, у Леонтьева в негативном ключе. Вся русская философская мысль, евразийцы в том числе, воспринимали ее не как часть русской культуры, цивилизации, а так вот в прикладном состоянии. Вот война с турками есть, ага, вспоминаем, что мусульмане у нас есть, которых можно мобилизовать на турецкий фронт, и чтобы в случае чего они тут нам в спину-то не ударили, а то, глядишь, начнут деньги собирать, как собирали некоторые татары во время Первой мировой войны для строительства Османского флота и для проложения железной дороги из Багдада в Мекке. Да, то есть разные сюжеты были. Были и такие штрейбрехеры, но они посчитали, что они служат общеосманскому, общему тюркскому делу, а были, которые по-другому воспринимали свое государство. Но, когда тебя не хотят слушать и слышать, как сказал наш один прекрасный имам, он сказал, лучше в Думу за мандатом, чем в леса за автоматом. Вот есть как бы общественный институт, называется Государственная Дума. В истории России были фракции, мусульманские фракции, да, четыре созыва. Мусульмане худо-бедно могли зайти, снять свой каблук, ботинок, постучать и сказать, даешь права мусульманским женщинам Востока. Но они это и говорили. А сейчас порой, несмотря на то, что очень много разных институтов, организаций, например, вот свой личный опыт могу сказать, я о том, что вводится такой эксперимент введения преподавания основ православной культуры с 1 по 11 класс узнал от журналистов. Вы можете представить мою реакцию? Мне звонит журналист, говорит, а как вы можете прокомментировать, что уже в некоторых субъектах Российской Федерации преподают основы православной культуры в школе? Я сразу у меня внутренний голос спрашивает, Махединов, как ты мог себе это проморгать? Ты член общественной палаты, член межрелигиозного совета России, член комиссии при президенте, член... Как вообще твои православные коллеги смогли тебе обскакать, что ты такой жизневажный вопрос, как ведение с 1 по 11 класс 10 лет наших детей будут учить только чему-то вообще не в курсе. И вот выступая в Государственной Думе несколько недель назад, я этот вопрос с православным коллегам тоже понял. Я говорю, понимаете, ну 30 миллионов мусульман, ну нельзя не учитывать нашу позицию, наше мнение. Пусть это будут вопросы хиджаба, пусть это будут вопросы другого регионального, федерального характера, бюджет, как, например, господин президент Татарстана поднимал вопрос бюджета 1% туда-сюда. Но это надо поднимать. Все-таки мы федерально, если мы говорим, что мы федеративное государство, есть федерации, то мы должны слушать и слышать. Но опять же, призываю и всех, и мусульманских коллег, прежде всего, чтобы нас не обвинили в сепаратизме, быть крайне аккуратными в отношении, прежде всего, самих себя. Если мы заявляем те или иные требования, мы должны понять, а как это дразится на наших христианских братьях, на представителей других традиций, ибо поддержание мира глобального это самый главный императив, который заложен в Священном Писании и который обязаны мы все с вами сохранить. Я говорить могу долго и бесконечно, поэтому, если у вас вопросы лучше будут, я думаю, что будет, наверное, полезнее. Рахмет, спасибо. Давайте поблагодарим Дэвид Хангат в первую очередь. У нас с вами есть микрофоны, пожалуйста, передавайте друг друга. Хорошо? Да, Пожалуйста. Только опреклимся в регламенте. Сколько у нас времени остается времени? Давай, называем. Это максимум, Дэвид Хангат, 10, пожалуйста. Просто не могу не задать вопрос, я уверена, что студентов они есть, но просто распирают, что спасибо, что дали возможность. Поэтому, торопилась успеть. То, что вы говорите, Дэвид Хангат, оно, конечно, очень резонирует с этой публикой, которая здесь собралась. Я предполагаю, что ему приходится выступать не только перед такой публикой, которая с пониманием этого воспринимает. И если вы такая обскуратистская публика, и вам, наверное, перед ними тоже приходится вести поливнику и разговор. Вот исходя из этого, есть ли вообще возможность быть услышанным и доводить эти идеи? Все-таки, если есть, то подскажите механизмы, да? Или все-таки в реальности пока что получается так, что руководство мусульманской умной страны, вашим лицем, лицем Совета Муфти, Совета Муфти и Духовного права мусульманской Федерации, и вот эта вот среда имамов, да, те, которые вот с народом работают, что все-таки они друг от друга еще далеки? Или все-таки я ошибаюсь? Спасибо, Лежда Ханамовна. Я несколько раз уже изложил публично в последние дни свою точку зрения. На мой взгляд, что, повторюсь, инстаграм Рамзана Ахмадовича Кадырова порой действует более внушительно, чем голоса мусульманских лидеров, религиозных деятелей и муфтиев, вместе взятых или по отдельности. Ну вот вопрос хиджабов, опять же возвращаемся к пересловутому вопросу хиджабов. Чем дело кончилось? Но пока вроде бы мы слышали, что все эти указы, которые учителя татарского села, вообще абсурд, татарское село всю жизнь одевало хиджабы, и вот тут кому-то все зачесалось, решили изменить ситуацию. Но, как бы то ни было, ситуация пошла меняться. И комментарии мы получили совершенно иного порядка. Ведь госпожа Васильева, министр образования, по большому счету хотим мы того или нет, если быть честными, она только повторила слова президента, который давечи, когда ему задавали вопрос про хиджабы, примерно ответил вот в этой же конструкции, в таком же выражении. Единственное, что мусульмане говорили, но президент, скорее всего, его не проинформировали, ему не объяснили, потому что действительно есть подмена терминов. Под словом хиджаб многие понимают вот этот никаб, эту вуаль, и вот эти, как ходят женщины в арабских странах Персидского залива, воспринимается такая картинка, потому что платок это платок, ее одевают и православные, и вообще все верующие люди. Вполне возможно так. Но вот такая позиция очень решительная, громкая, человека с огромным федеральным уровнем, она слышится. В свое время, в 90-е годы, мы прекрасно, вот тут более взрослые поколения, коллеги скажут, как слышали позицию Ментимера Шариповича Шамиева по вопросам федерального разграничения прав. Слышали, учитывали. Чечня тому пример. И хотелось бы, чтобы наша страна вот не повторяла тех ошибок, которые уже совершены были при распаде Российской империи, при распаде Советского Союза, ибо неурегулированные национальные, религиозные вопросы, этнические вопросы, они, конечно, подрывают общество в целом. Нашим религиозным деятелям, всем нам вместе, еще надо очень долго политически, граждански расти и образовываться, чтобы есть было что сказать. А пока вот на уровне там, своей мечети Махали, Фейсбука, мы можем свою реакцию изложить, но для более серьезной, серьезной, аргументированной полемики надо ввести философию мусульманскую в университеты, и потом через несколько выпусков, наверное, мы получим что-то приличное из наших религиозных учебных заведений. Это если уж откровенно. философию не воспринимал что-то, ну да, вы поняли о чем мы говорим. Пожалуйста. Пока студенты дойдутся, да, мне сейчас. Знаете, вопрос немножко специфический, и затем по исламу, но тем не менее, мы в Тасибе Санкт-Петербурга, да, и я думаю, вовлечены во все процессы, которые происходят в этом городе. Мне просто интересно ваше мнение как Мухтасиба Санкт-Петербурга и коллеги, который, Тимурская православная церковь, которая сейчас презентует на Исаакиевский собор, да, ваше отношение к нему как Мухтасиба и как личный человек расходится и каким образом, если можно. Очень непростая ситуация, вопрос крайне интересный. Буквально сегодня на официальном сайте мы опубликовали один такой прецедент, как складывается отношение у нас с таким же примерно главным памятником мусульманской архитектуры это город Касимов, где располагается ханская мечеть, такие Шагали и всех Афганхана и других ханов. То есть для нас это такое святое интимное сакральное место. Вот там мы пошли по пути в Касимове, что все-таки коллег из музея мы не выставляли ни в каком порядке, ни срочно сегодня, ни через год, ни через два, а как-то очень таким эволюционным путем найти общий язык. В конце концов мы адекватные люди понимаем, что сей храм, сии памятники надо содержать. на садакана пожертвования бабушек и дедушек я не думаю, что возможно содержать памятники 15 века. Конечно, Исаакий совершенно другой пример, он самый достаточный, тем более количество туристов Санкт-Петербурга, в Санкт-Петербург в прошлом году побило все рекорды, а в этом году ожидаются вообще суперрекорды будут посещения Санкт-Петербурга нашими российскими гражданами и иностранными гражданами. Моя позиция, я ее выразил тем, что сделал репост интервью Михаила Борисовича Петровского, директора Эрмитажа, который сказал, что вообще странная ситуация, вроде бы русские люди, вроде бы говорим на русском языке, но слушать и понимать друг друга перестали. Вот моя позиция такова, что да, можно много памятников вернуть, я сейчас не углубляюсь в историю, как вообще Исаакий изначально виделся царским правительством, что это изначально не был храм в том понимании, в котором понимает его русская православная церковь, но с другой стороны, есть федеральный закон, который требует передачи церковного имущества организациям. Вот в этом плане мы мусульмане уязвимы. Знаете, мои коллеги говорят, давай тоже вернем, но вот Вишанин возвращает, рад бы вернуть, да нечего возвращать, все сломали. Единственное, где памятники у нас есть, это территория Казани, чуть немножко еще не вернули в Оренбурге, а все остальное сломали. Вернули бы, да нечего возвращать. Поэтому мусульман как-то вот этот вопрос, знаете, он стороной обходит. И тоже так же стороной обходит вопрос реставрации мусульманских памятников. потому что памятник федерального значения мусульманских, то есть мечетей и так далее, их всего лишь несколько штук. И поэтому претендовать на федеральный бюджет, просить у государства дайте деньги на реставрацию, мы не можем, потому что и реставрировать особо-то и нечего. А то, что можно усилиями татарстанской администрации, мэрии города Казани, много что уже отреставрировано, в шикарно потрясающем виде находятся мечети, и эта работа продолжается. Да, есть федеральный закон, который нужно исполнять, но я сторонник эволюционного пути, чтобы вот как Петербург раньше музейщики находили общий язык с представителями православной епархии Санкт-Петербурга, пока не сменился представитель, так вот можно было эволюционировать. Но я думаю, что после всей такой резонансной резонансов таких выступлений, может быть, позиция русской православной церкви станет иной. Мне трудно рассуждать. Предвыборный год, вы понимаете, когда предвыборный год, все просят побольше, с расчетом дадут поменьше, а если вообще мало просить, и ничего не дадут. Поэтому всегда надо в политическом плане, религиозные лидеры, они очень четко чувствуют конъюнктуру, когда надо уметь просить и громко свой голос заявлять для защиты своих интересов. И в этом плане, например, я могу сказать, я понимаю своих коллег русской православной церкви, которые ратуют за свое церковное, родное, чтобы они были богатыми, крепкими, сильными, наверное, мусульманские деятели должны совершить то же самое для самих себя. Но опять же, повторюсь, возвращать нечего, а то бы тоже похулиганили, наверное. Вопросы еще есть, коллеги? Ну и последний вопрос, если завершаем. Студентам не даете, да, выступить? Даем, студентам, да. Хорошо. Последний вопрос, может, у вас есть напутственное слово для студентов-мусульманков, что им именно изучать? Только мусульман или всех? Ну, всем, пожалуйста, можете, можете не ограничиваться. Нет, самое главное напутствие это быть открытым человеком 21 века. Вообще, не стесняться, не бояться никаких преград. Как можно больше путешествуйте, находите любые возможности, чтобы открыть и познать мир. Пророк говорит, тасафару, тасаха, путешествуйте, будете пребывать в здоровье. Понимаете, вот пока ты живешь в своем, вот в этом не болоте, не совке, я такое не говорил. Вот в своем социуме закрытом. Понимаете, конечно, для тебя Казань, ты смотришь на мир казаноцентрично или москвоцентрично. Для тебя любая война, любые катаклизмы, они вот с русской позиции воспринимаются. Но когда ты вот едешь в эту проклятую Европу в надежде найти все, что там тебе обещали, бездуховность, вот эту всю, аморальность, и понимаешь, что ничего нету, никто тебе не пристает, каждые пять секунд тебе ссори говорят, извиняются, на ногу наступили. Вот вчера в кафе пришел, из Лондона вылетая, дали, свинину подложили. Я говорю, извините, здесь написано не было, вы свинину дали. Хорошо, но от проблем. Опа, 10 фунтов убрали. Знаете, без истерики. Я не требовал, дайте мне какую-то книгу, жалобу напишу, да я тут такой весь. Обыкновенная работница. Приняла сама решение, хоп, убрала. Извините, говорят, вот мы действительно там написано не было, поэтому ошиблись мы. Поэтому вот надо мир познавать. Находите любые способы. Самые дешевые, самые дешевые билеты. Летайте, читайте, изучайте. Меньше преград. Читайте разную литературу, разные информации. Не закрывайте себя ни в какие рамки. И тогда действительно вы будете получать в этом огромное наслаждение и будете понимать, будете понимать важную вещь, на мой взгляд, когда мы говорим, вот дети наше будущее. Я не люблю эту фразу. Дети не наше будущее, дети наше настоящее. Мир очень быстро меняется. Мир страшно быстро меняется. Вот 25 лет назад, я студентам рассказываю на лекции, говорю, когда нам нужно было ехать деревню 160 километров от Нижнего Новгорода, где я родился, мы готовились за полгода. Они смеются, Хазрат, ну вы, так уж шутите. Говорю, понимаете, бензина не было. Ну как, бензина не было? Ну бензина не было. Он был по талонам. Нужно было, чтобы нужная тетенька в нужный момент стояла на шухере, продавала этот бензин, чтобы вовремя тебе подъехать на машине, втихаря его залить. Надо еще было запас, иначе ты мог потом из этой деревни не вернуться. Нужно было хлеб купить, яйца, потому что из Москвы люди везли колбасу, хлеб и все остальное в крупные города. Как мои дети иногда, я им рассказываю, что вот мы конфеты, меня родители прятали, они говорят, какая у вас, говорят, интересная игра была. Сейчас, говорят, никто не прячет, говорят, как раньше. А у нас, говорят, как игра воспринимает. Поэтому мир поменялся. Посмотрите Японию. Япония заявила, что в ближайшие годы в этой стране будет миллион граждан, которые перейдут планку в 100 лет, продолжительность жизни 100 лет. Средняя продолжительность жизни японского гражданина планируется 100 лет. Вы понимаете? А как вообще произойдет измена сознания, когда, сидя где-то вот здесь рядом на столе, нажимая на 3D-компьютер, принтер, ты будешь распечатать себе круассан. Или как сейчас последние эксперименты у свиней выращивают у свиней специально сердце. Потому что сердце, выращенное у свиньи, оно для пересадки, для трансплантации подходит человеку. И это сейчас массово запускается. Меняется форма еды. Нас пугает о том, что вот земли не хватит, чтобы прокормить 9-10 миллиардов. А ученые говорят, ничего подобного. Будет маленькая такая пилюля, которая заменит с точки зрения белков и углеводов и всего-сего, что вы поглощаете, одной маленькой пилюльки будет достаточно. Посмотрите, какие последние развития самолета. Сейчас опять запускают эти скоростные самолеты. Когда ты утром позавтракаешь в Гонконге, пообедать ты, если успеешь, в Мадриде, а уже к ужину будешь там. Мир меняется. А мы постоянно живем в поиске каких-то врагов. Я понимаю, что это любимая русская такая игра, рулетка, искать врагов по всему периметру. Турки, иранцы, поляки, татары раньше. Хорошо, раньше татар-монголы были во всем виноваты, были татар-монголы, и все отставание России от западного мира, это благодаря татар-монголам. Но сейчас же монгольского игота нет уже как 500 лет. Но теперь-то кто мешает эту инфраструктуру создать? Кто мешает объединить 10 городов-миллионников скоростными поездами? Мы говорим скоростные поезда, действительно у нас это в голове глава кружится. В Гонконг приезжайте, в Сингапур, там ботинки не успеваешь снять, потому что следующую станцию объявляет твоя. Расстояние между городами 300-400 километров. Я обычно ботинки снимаю, беру газеты, читаю, а тут смотрю, только уже бегущая строка, надо опять выбегать, уже прибыл. Вот какой уровень формата поездов, мир меняется. Поэтому будьте более открыты, не бойтесь этого мира, мир прекрасен. Вот то, что нас пугают, говорят, что все плохо, все трагично и так далее, это фобии. Прекратите смотреть телевизор. Не тратьте время свое на телевизор, ни на каких новостей, все это новости, это не новости. Это вы живете чужой жизни, вы живете виртуальной жизни, не своей жизни. Лучше почитайте литературу, желательно читайте литературу на иностранном языке, если вы реально изучаете английский, арабский какой-то язык. Начните общаться между собой на разных языках, и пускай это будет дело принципа. Мир очень далеко развился, как бы нам его не пугали, медицина сделала свои потрясающие открытия. Сейчас люди не умирают, как раньше, в 30-40 лет. Почитайте последние исследования футурологов, что они говорят в 20-30 году вообще свершится, и тогда вы поймете, как переобразится мир. Вот если мы свои мозги не успеем к этому моменту поменять, преобразиться, действительно мы будем жить вот с этими фобиями, и нам нужно будет постоянно поиск врагов, чтобы тебя, лузера, как-то оправдать в твоей жизни. Я не хочу уходить уже в область гомилетики и проповеди, поэтому, думаю, на этом закончим. Мы все-таки возвращаемся к нашим детям, потому что то на пуске это разделяет и вашу философию и видение мира, и мы хотим, чтобы наши дети были успешными не только в карьере, но и стояли в жизни. Я знаю, у вас есть прекрасная семья, есть замечательные дети. Мне хотелось бы, чтобы вы немножко рассказали о том, какие они и кем они становятся. Пожалуйста, это очень познавательно, и я думаю, вы измените свои отношения, так называемые религиозным деятелям, потому что это действительно настоящая большая дружная семья. Пожалуйста. Ну, если считать это правильно, у меня 4 сына, старшему сыну в марте месяце будет 13 лет, он говорит на 7 языках. Дома мы говорим, я дома говорю только исключительно на татарском языке, если дети ко мне обращаются на каком-то языке, я говорю, пожалуйста, можете на английском, арабском, немецком, на турецком, на татарском, на русском не общаемся, потому что достаточно, вы без меня его хорошо будете общаться. И со всеми детьми другими практикует тоже так же. Примерно в году 3-4 месяца живет за рубежом в разных странах, страны-носители разных языков, языки меняя постоянно для своего сына, испанский, английский, немецкий, в этом году будет голландский, французский, именно с погружением в языковую среду, в семью. Ну, понятно, можно сказать, что это вопрос возможностей, а на самом деле часто бывает не вопрос возможностей, а вопрос вас как родителей, как индивидуума, как педагога. Понимаете, вот можно, не замечая, просто дома говорить на русском языке. Мне так легче выразить особенно сложные какие-то обороты речи и мысли. Но если ты поймал себя, я про себя сейчас говорю, и принципиально, улэм, то же самое, пожалуйста, на татарском языке, тогда я как-то восприму и отвечу то, что ты просил у меня, я сделаю это. И между собой детям, я говорю, только говорить на странных языках. Он в свои 13 лет прочитал работы Бартольда, академика Крачковского, французского исламоведа Массе, и заучивает Куран наизусть, заучивает поэзию Руми. Вот последние 13 страниц сплошного текста, сплошного текста он сдал мне наизусть. 13 страниц стихотворения, самое большое стихотворение Руми. И вот постоянно заучивание поэзии на разных языках, на языке носителя. И каждый день дома говорю, у тебя вот есть друзья в Испании, в Португалии, каждый день с ними хотя бы час по скайпу общайся на языке носителя. Тогда будет живой разговорный язык. И последний раз он выступая в Германии перед аудиторией, говорит, я, говорит, будущий министр иностранных дел Российской Федерации. Сказал это на английском, на немецком. И говорит, если, говорит, где сидят, кто по-испански говорит, могу еще и по-испански то же самое сказать. Но это на самом деле это труд большой. Мы с вами, вы как дети, вы в моем плане тоже как мои братья. Это большой труд. И его нельзя заниматься время от времени, от случая к случаю. Книги нельзя читать вот только так, когда вредет голод. Это труд. Допустим, я ежемесячно стараюсь прочитывать не менее двух, двух с половиной тысяч страниц ежемесячно. Ежемесячно. И литературу не сказки какие-то, а очень серьезные философские тексты. Причем на разных языках. И поэтому в такой форме, чтобы себя поддерживать, это труд. Это нужно трудиться. Чудеса, конечно, бывают. Есть много гениальных, одаренных, талантливых людей. Но любой талантливый, одаренный, гениальный человек это прежде всего труженик, трудоголик. Поэтому желаю вам еще и уметь трудиться, правильно распределять свое время, свой досуг, свое рабочее время. Поэтому меньше, еще раз говорю, телевизора, всякие вот эти дэнди, все эти сумасшедшие приставки, игрушки. Лучше заменить их чем-то более полезным. И вот живите в такой любви и в гармонии между своими близкими и самим собой, прежде всего. Самим собой. Спасибо огромное. Продолжение следует... Спасибо.